Сегодня в Гомеле прошел областный сход дельников 6-го Всебелорусского народного схода. Делегаты обмерковали проект социально-экономичного развития Беларуси на наступные 5 годов. А так само выказали свои думки на конт ситуации в разных сферах. Наши корреспонденты с подробностями. В зале областного громадского культурного центра делегаты Всебелорусского народного схода, представники администрации президента и советы министров местовых органов улады. У центра уваги проект развития краины. Работа над этим документом началася в 2019 году. Такий достатково протягливый час потребовался для того, как проанализовать внутренние и сусветные тенденции во всех сферах. При этом документ, который будет приниматься на оси Беларуси в народном сходе, предуглеживает социальную накерованность государственной политики. Досягаться эта задача будет разными методами. От формирования новых высокотехнологичных галин до дальнейшего развития региональной медицины. Участие в собрании – это, конечно, очень ответственный такой момент. И я горжусь тем, что мне выпала такая честь представлять нашу систему здравоохранения на Всебелорусском собрании, представлять Брагинский район, в котором я живу. Это моя малая родина. И, конечно, меня очень волнует тема развития регионального здравоохранения, сохранение той социальной стабильности, которую имеют наши пациенты, именно на загрязненных территориях. Меня очень волнует тема создания межрайонных специализированных центров оказания медицинской помощи. И у протяг темы социальной накерованности державной политики. Повышение добра быта у якости життя насильництва – головная мета наступной пятигодки. Делегаты УСІБЕЛАРУСКОГО СХОДУ кажут, что настроены на конструктивный диалог и захование у громадства стабильности. Волнует самый главный вопрос, чтобы решить наши проблемы так, чтобы не было каких-то конфронтаций, каких-то конфликтов в обществе. Вот этот год действительно был народным, знаменовал народное единство. На УСІБЕЛАРУСКИМ НАРОДНЫМ СХОДЕ У Гомельскую в область представят 310 человек. У первоважной большинств это люди с великим опытом работы в разных сферах и активной житевой позиции. Депутат Палаты представников Жанна Чернявска поделилась с журналистами думками на кон унесения изменений у Конституции Украины. Люди об этом говорят, что сегодня президент настолько загружен разными вопросами. Может быть, отдать какие-то полномочия или парламенту, или правительству. Может быть, местным властям больше догрузить. Объеднать намагания громадства, бизнеса и державы. Это еще одна задача, якая продуглеживается новой программой социально-экономичного развития Беларуси. Ее реализация будет отбываться на всех узровнях. Але головная увага у наступной пять гаду регионам. Раскрывая этот потенциал и раскрывая конкурентное преимущество, мы можем найти те новые направления, которые станут драйверами развития в регионе. Если говорить о Гомельской области, здесь много тех направлений, которые предстоит нам развивать. Речь идет и о сельском хозяйстве, речь идет и о машиностроении, речь идет и об IT-сфере. Конечно, серьезное развитие получит частный бизнес. Его необходимо нам вовлекать в работу с крупными предприятиями, создавать кластеры, работать в направлении импортозамечения. Поэтому нам предстоит много чего сделать за это пятилетие. Я надеюсь, что те параметры развития, которые определены, те цели, которые мы поставили перед собой, они будут достигнуты. Алексей Тюров, Марина Севериянова, Сергей Камко, Телерадо и компания Гомель.